всем привет дамы и господа с вами silent tip и в этом видеоролике я вам расскажу как в рендер плагине vray 3 для скетчап создать вот такую траву для этого нам понадобится текстура травы я скачал из интернета вот такую фотографию травы ее размер всего лишь 1023 пикселя по ширине такой относительно небольшой текстуры более чем достаточно для создания травы важно чтобы ваша текстура травы была бесшовной то есть чтобы при повторении этой текстуры не было видно стыков в принципе вы можете скачать и обычную не бесшовную фотографию и уже самостоятельно превратить ее в бесшовную как из любой картинки создать бесшовную текстуру я уже рассказывал ранее ссылку на этот обучающий ролик вы найдете в последних 20 секундах данного видео далее запускаем скетчап и в нем создаем плоскость из этой плоскости очень скоро начнет расти трава у меня в роли плоскости выступает квадрат размером 2 на 2 метра далее накладываю мою текстуру травы на этот квадрат для этого нажимаю вверху файл импорт форматах выбираю jpeg поскольку текстура у меня сохранена в формате jpeg обязательно ставлю вот эту радио кнопку на значение текстура выбираю мою картинку в проводнике и нажимаю кнопку импорт вот что бывает если использовать не бесшовную текстуру стык четко различим не повторяйте моей ошибки используйте бесшовную текстуру травы далее для того чтобы из этой плоскости начала расти трава плоскость нужно превратить в фир объект фир это особый вид объектов которые умеет создавать верой выделяю плоскость и через правый клик мыши превращаю ее в группу далее пока эта группа выделена в панели верой 3 нажимаю вот на эту кнопку со значком травы от фирта selection после этого моя группа превратится в фир объект на котором появится дополнительная сетка объемной травы как вы можете заметить не появилась дело в том что в скетчап ее и не появится эта трава видна только тогда когда вы запускаете рендер хитро не правда ли покажу вам где настраивается эта трава и параллельно запущу интерактивный рендер для того чтобы настроить эту фир траву откройте окно настроек в вирей нажав на вот эту кнопку asset editor там перейдите вот в эту вкладку со значком куба в этой вкладке у вас будет вирей фир это объект с травой выделите этот объект в списке и откройте правую боковую панель тут-то собственно и настраивается трава запущу интерактивный рендер нажав вот на эту кнопку на рендере видно что из плоскости проросли травинки их там откровенно мало и для квадрата размером 2 на 2 метра травинки слишком высокие уменьшаю высоту травинок вот в этом поле было 4 стало 2 уменьшу еще до полутора далее плотность заполнения это то как плотно травинки будут заполнять площадь по умолчанию в этом поле было 0,6 увеличу это значение до 5 получилось хорошо с шестью вообще густой газон значение thickness отвечает за толщину травинок чем число больше тем толще будет трава было 0,12 увеличу до единицы получились жирные колбасины а не трава верну как было значение taper отвечает за конусность было 0,9 уменьшил до 0,1 и получил практически прямые травинки они не сужаются к вершине так можно симулировать подстриженный газон gravity как нетрудно догадаться отвечает за симуляцию гравитации по умолчанию тут почему-то стоит отрицательная гравитация минус 3 наверное для того чтобы травинки тянулись к верху а не к низу меняя это число вы сможете придавливать траву к земле или наоборот выпрямлять ее до состояния невесомости значение band отвечает за изгиб каждой травинки было 0,5 поменял на 5 и траву скрючево global scale отвечает за глобальный масштаб всех травинок вы можете как увеличивать так и уменьшать этот масштаб при масштабе 10 получается гигантская трава мутант последнее значение в основных настройках травы это knouts оно насколько я понял отвечает за пучки травы сколько травинок вырастает из одного корня хотя могу и ошибаться в общем это число влияет на общее количество травинок есть тут и другие настройки я в них не копался потому как базовых настроек для создания травы хватает более чем думаю что и вам базовых настроек хватит более чем если у вас есть такое желание можете покопаться и в дополнительных настройках травы вот так вот собственно и создается трава в рендер плагине в рей 3 и 4 для скетчап этим же способом вы можете создавать не только траву но и ворс ковра или мех или любые другие объемы состоящие из большого числа ворсинок фер к слову переводится как мех то есть изначально фер объекты задумывались в рей для создания меха а не травы картинка рендера у меня получилась уж очень темной немного увеличу светочувствительность камеры дабы картинка не была такой темной как менять светочувствительность в рей я уже рассказывал ранее ссылка на тот обучающий ролик есть в последних 20 секундах данного видео ну и последнее что я обязан сказать касаемо травы думаю у вас назрел вопрос а зачем вообще была нужна изначальная текстура травы ведь теперь со всеми этими травинками изначальной текстуры вообще не видно дело в том что все созданные травинки окрашиваются в тот цвет который находился прямо под ними вот сейчас на углу это хорошо видно каждая травинка имеет свой уникальный цвет это потому что у меня под травинками находится пестрая текстура травы если бы изначальная плоскость у меня была бы окрашена однотонным зеленым цветом все травинки имели бы один и тот же зеленый цвет выглядело бы это крайне неестественно когда все травинки имеют разную окраску выглядит это гораздо лучше поэтому чтобы и у вас травинки имели разные цвета обязательно используйте текстуру в качестве подложки то же касается и ковров и волосатых мехов им тоже нужна изначальная текстура на этом у меня все надеюсь мне удалось объяснить вам как создать траву в рендер плагине V-Ray 3 для SketchUp если интересно то вы можете посмотреть другие мои обучающие ролики которые уже вышли на канале например упомянутое ранее видео о том как из любой картинки создать бесшовную текстуру или видео о том как V-Ray 3 для SketchUp увеличить светочувствительность камеры желаю успехов в вашей творческой работе